Холодная зима 2021 года стала для специалистов в Брестских станциях технического обслуживания по-настоящему жаркой. Такого ажиотажа не было давно. Очереди в Большой колее желающих тянулись на многие километры. Такое оживление со стороны владельцев автомобилей было вполне объяснимо. Отвязали госпошлину от техосмотра. Правда, сейчас на диагностических станциях затишье. Специалисты уточняют, затишье перед бурей. Ситуация сегодня у нас на станциях спокойная. Загорузка станции где-то в районе 50%. Как вы видите, очередей нет, не наблюдаем. Но мы с опаской ждем наступления зимних месяцов. Когда в прошлом году у нас пошел аврал, с отменой госпошлины все поехали. И чтобы пройти техосмотра, надо было приехать рано утром и минимум полдня отстоять. Сегодня у нас спокойно и пока никого нет. Поэтому у нас очень такое волнение сильное, что потом опять в эти зимние месяцы нам придется работать в авральном режиме. Прохождение техосмотра важно вне зависимости от поры года. Ведь заключение об исправном состоянии транспортного средства это гарантия вашей безопасности и других участников дорожного движения. А вот те, кто до сих пор игнорирует необходимость прохождения техосмотра, надеясь на русскую авось, могут попасть не только в поле зрения инспекторов ГАИ, но и камер на дорогах, которые будут контролировать не только соблюдение скоростного режима, но и наличие техосмотра. Скрыть отсутствие важного документа от этих практически незаметных контролеров будет невозможно. Что касается автоматической фотофиксации транспортных средств, участвующих в дорожном движении без разрешения на допуск участия в дорожном движении, то в ближайшее время данная система должна заработать в полном объеме. Это значит, что владельцы автотранспортной без пройденного техосмотра будут получать домой так называемые письма счастья. И размер такого счастья не маленький. Штраф до трех базовых величин. А потому тем, кто до сих пор не прошел техосмотр, стоит взять во внимание эту информацию и хорошенько подумать прежде, чем в очередной раз отложить поездку на СТО. Специалисты отмечают, что это нововведение обязательно дисциплинирует людей, и ответственных водителей станет в разы больше. Это будет однозначно всех дисциплинировать, потому что, понятно, если придет штраф, то, соответственно, конечно, человек сразу пойдет и постарается свою машину, во-первых, технически подготовить гораздо лучше, и пройти техосмотр, чтобы второй раз не попадаться на штраф. То есть, это закономерность, плохо, что это не делалось раньше. Кроме этого, планируются и другие нововведения. Уже с 15 ноября все личные данные о водителе, состоянии транспортного средства, в том числе и прохождение техосмотра, в соответствии с законом о защите персональных данных, будут кодироваться при передаче в общую информационную базу. А потому в планах отказ от выдачи разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении в бумажном виде. Хранение на электронных носителях надежнее.